а теперь переходим к самому интересному изготовлению шипов розы они плетутся в технике параллельного объемного плетения кстати это уже не французское бисероплетение а викторианское с этой техникой я познакомилась еще в детстве на примере плетения крокодильчика и поэтому мне сейчас кажется что она знакома всем но если не всем то по крайней мере многим но если кто-то с ней еще не знаком то давайте как раз рассмотрим эту технику на примере плетения шипов приготовьте зеленый бисер из которого выплели листики розы фиолетовую рубку я подобрала под фактуру зеленой то есть у меня зеленая рубка прозрачная с радужным блеском поэтому и фиолетовую я взяла такой же фактуры прозрачный с радужным блеском 21010 также понадобится 3 0 3 проволочка зеленого цвета то же самое что и на прошивку использовалась две белые салфетки набирать мы будем вручную ну и линейка инструменты и еще схемы рассмотрим плетение на примере самого крупного шипа розы и воспользуемся вот этой схемой насыпьте немного зеленого бисера на салфетку на другую салфетку немного фиолетового бисера отмерьте и отрежьте 20-25 сантиметров зеленой проволоки диаметром 0 3 миллиметра сейчас я возьму побольше 25 сантиметров потому что как может говорились будем плести самый крупный шипик розы а когда будете плести мелкие шипы розы то можно взять уже 20 сантиметров посмотрим на схему начинать плетение нужно всегда сверху вниз и вот видите здесь нужно набрать сначала одну фиолетовую бисеринку потом еще и одну фиолетовую и пройти крест-накрест причем так как это шип розы я здесь даже на картинке попыталась передать что я всегда стараюсь пусть один и один но на верхушку я беру бисеринку еще более тонкую то есть выбираю из всех бисерин потоньше вот это достаточно тоненькая можно попытаться выбрать еще более изящную например вот это до 2 пожалуй более изящная так что я возьму ее а следом уже возьму покрупнее но тоже одну бисерину вот мы набрали две бисерины вот эту первую которая потоньше отправляем на середину проволоки а сквозь вторую пропускаем проволоку крест-накрест то есть вот как будто идут два поезда и вот это у нас туннель поезда заходят навстречу друг другу в тоннель проходят внутри и расходятся в разные стороны вот следим что здесь одинаковое расстояние вот этих усиков и потихонечку затягиваем так чтобы расстояние оставалось одинаковым и чтобы затянуть посередине кстати с рубка это немного сложнее делать потому что бисер гладкий и он достаточно просто и гладко затягивается рубка может даже царапать проволоку и чуть-чуть сдирать краску поэтому надо это делать осторожно аккуратно так вот затянули вот что получилось вот такая вот уже верхушка шипа сверху острее снизу чуть-чуть уже потолще пошла так дальше смотрим на схему потом надо набрать одну фиолетовую одну зеленую и второй раз также повторить так но теперь только смотрим опять я набираю первые две чуть-чуть поменьше а вторые две побольше чтобы получилось еще аккуратнее еще красивее так мы же можем найти на этом тоже до играть можно конечно взять не глядя но у вас может получиться наоборот до пирамида расширяться начнет не внизу к верху так значит беру например вот такую вот не толстую фиолетовую потом не толстую зеленую и также проходим накрест два поезда зашли в туннель и расходятся в разные стороны затягиваем теперь смотрите вот если вот эти две первые одиночные бисерины они у нас располагались в одной плоскости то сейчас вот этот ряд мы будем делать как бы немножечко сбоку а следующий ряд с другой стороны то есть у нас будет получаться верх и низ ну или точнее сказать левая и право но сейчас я возьму еще и тогда будет понятнее так тут только надо следить смотрите чтобы у нас низ шипа получался фиолетовый другая сторона зеленая нужно таким образом набирать вот на этот край я буду набирать фиолетовую потом вторым рядом зеленую либо если я вот так перевернула работу то наоборот сначала зеленый потом фиолетовый то есть это надо следить иначе у вас нарушится цветовая схема так берем фиолетовую теперь уже беру потолще и зеленую тоже потолще две такие достаточно крупные продеваю крест-накрест и затягиваю так вот затягиваем 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 и вот что у нас получилось то есть смотрите теперь они встали уже в другой плоскости не вот так а вот в такой плоскости посмотрим с другой стороны то есть вот у нас получается эти две идут друг подружкой потом третий ряд у нас пошел снизу этот сверху тут без разницы где вверх где низ это просто по аналогии с крокодильчиком остается вверх-низ да можно сказать лево-право вот теперь берем смотрим на схему дальше дальше идут тоже два ряда уже по три бисерины так но опять же соблюдаем вот этот вот это правило что сначала берем три помельче потом три покрупнее и опять же следим за схемой да чтобы вот тут например сначала две фиолетовые потом зелено потом одна фиолетовая две зеленые можно сделать наоборот тут одна фиолетовая две зеленые потом две фиолетовые одна зеленая но в общем это уже не так важно расположение цвета но главное примерно логику надо понять что частично шип должен получиться фиолетовый частично зеленый так вот три достаточно небольшие бисерины заходим в туннель и затягиваем теперь смотрите внимательно видите если мы первый раз третий ряд у нас был низ потом вверх пошел то теперь опять низ затягиваем затягиваем вот он еще раз если посмотреть сбоку получается что такая уже гармошка пошла зигзаг сначала значит слева потом справа потом 5 слева либо если по-другому посмотреть низ вверх низ так и снова беру теперь уже одну фиолетовую покрупнее и две зеленые покрупнее захожу навстречу и затягиваю раз и затягиваю уже опять с другой стороны чтобы получался объем то есть вот он ни сверх ни сверх или лево право лево право так дальше смотрим на схему потом 4 4 так теперь стоит фиолетовая зеленая фиолетовая зеленая помельче и потом зеленая фиолетовые две зеленых ну или опять же тут можно уже нарушить схему сделать немножко по-другому цветовое расположение да кстати еще смотрите я заметила что у роз часто шипы не просто вот такие дат треугольники они немного с изгибом поэтому я сразу же начинаю формировать этот изгиб просто вот так вот деформировать слегка ряды чтобы изгиб шел к низу по фиолетовой стороне так набираю значит фиолетовую небольшую потом зеленую небольшую и снова фиолетовую небольшую и зеленую пропускаю проволочки навстречу друг другу и затягиваю вот так вот еще смотрите когда затягиваете следите чтобы у вас получались вот такие вот уже дуги не просто плоскость до дуга чтобы чувствовался объем да и снова я вот так вот нас подправляем так и теперь 4 но уже более крупные зеленая покрупнее фиолетовая и 3 зеленые ой нет 2 зеленые продеваем всего 4 их и затягиваем тоже так же чтобы получилось дуга еще раз смотрю чтобы у меня нужная мне форма вылепливалась заостренная к низу изогнутая к низу так ну и последнее а смотрите последнее у нас будет 4 зеленые да ой 5 зеленых так но тут есть еще один такой нюанс смотрите чтобы у нас потом не остался в последнем ряду просто не остались две проволочки нужно смотрите вот сейчас этот ряд который мы только что сделали продеть одну маленькую проволочку это лучше сделать сейчас потому что когда вы уже завершите весь шип так как у нас это дуга все дуги в принципе располагаются вот по дуге то потом это будет очень сложно сделать уже в готовой в готовом шипе поэтому отрезаем примерно 7 сантиметров проволочки то есть совсем небольшой это можно даже на глаз просто не обязательно по линейке замерять вот небольшой отрезок и я его сейчас вот сразу сюда продеваю вот легко прошел если бы сейчас не получилось то пришлось бы сначала немножко расслабить да распустить этот ряд либо вообще не надо было его до конца затягивать пропустить вот эту проволочку а потом уже затянуть только вот эти концы я пока направлю куда-нибудь вот сюда в сторону вверх можно даже слегка перекрутить чтобы они у нас не перепутались с этими дата можно дернуть и достать проволочку так мы все доделываю шипик последний ряд значит пять зеленых таких уже средних ближе к мелким иначе этот ряд будет очень очень огромный так продеваю и затягиваю я их сделала полностью пять однотонных да зеленых можно было например последние две вот эти фиолетовыми сделать или одну или там предпоследнюю только но в общем это уже зависит от вашей фантазии но так как этот самый крупный шип он как бы будет прилегать к стебельку и чтобы он начал уже сливаться со стеблем я делаю зеленым полностью и вот смотрите видите форма сразу вот такая вот получилось как нужно прямо как у настоящего шипа розы так вот здесь смотрим сбоку видите здесь идет плоскость потом пошла пошли зигзаги гармошка вот и здесь у нас идут четыре проволочки теперь просто берем эти четыре проволочки скручиваем вот так вот вместе кстати когда плетете еще хорошо затягивайте каждый ряд чтобы у вас потом вот эта гармошка вот так вот не играла да как настоящая гармошка что все было плотненько так и также потом вот эти проволочки тоже плотненько затягивайте между собой и видите что у нас получилось у нас получился шип и его основание достаточно надежная скреплена и из двух проволочек с одной стороны и с другой стороны так и потом за вот эти концы мы будем крепить шипы к розе не за один до один это будет ненадежно если бы у нас один шел поэтому всегда не забывайте во всех шипах перед последним рядом рядом продевать еще одну маленькую проволочку с которой потом можно будет скрепить и поэтому в принципе мы используем для плетения шипов тонкую проволоку вот это у меня 0.35 где-то но 0.4 уже вряд ли подойдет потому что три раза пропустить проволоку уже вряд ли получится в одно маленькое отверстие у нас же там накрест проволочки идут еще третью нужно продеть вот иногда даже и два раза с трудом получается так вот еще раз давайте посмотрим на схему вот по этой схеме сделан такой шип так что еще означают вот эти буквы вы наверное уже догадались а это ряд сверху б это ряд снизу ну либо слева справа как хотите но это имеется ввиду что уже идет здесь гармошка а c это можно не помечать совсем это как бы я уже для себя так определила что c это в плоском виде то есть посередине где-то не сверху не снизу а посередине между ними всего нужно сделать 6 шипов смотрите первый самый маленький очень маленький придется по вот этой схеме отрезаете проволочку длиной примерно 20 сантиметров набираете сразу две фиолетовые бисерины сначала тонкую потом потолще во вторую более толстую продеваете накрест потом берете еще две бисерины фиолетовую зеленую продеваете накрест потом зеленые не забудьте вставить вот в эти зеленые коротенькую проволочку длиной примерно 6-7 сантиметров и потом последний ряд сделать из трех бисерин и скрутить проволочки вот такой самый самый маленький верхний шипик будет у розы здесь тоже вот эти две по середине располагаются в плоскости а все остальные ряды гармошкой так второй шип на один ряд крупнее вот у него сначала идет одна одна бисерина потом две две потом три и еще раз три не забудьте снова пропустить проволочку заранее в предпоследний ряд и также первые два ряда они располагаются в плоскости а все остальные гармошкой и сразу же придавайте вот такую вот слегка изогнутую форму естественную шипа так дальше третий тоже похож на предыдущий но только у него уже будет не 3-3 а 3 и 4 то есть в основании он будет слегка потолще а по высоте по величине примерно такой же не забудьте тоже заранее пропустить проволочку в предпоследний ряд четвертый шип будет еще крупнее его схема 1-1 потом 2-2 3-3 и 4 не забудьте пропустить в предпоследний ряд проволочку не забудьте пропустить в предпоследний ряд проволочку и как обычно делаем первые два ряда в плоскости потом гармошкой пятый шип еще более крупный 1-1-2-2-3-3-4-4 не забудьте пропустить в предпоследний ряд проволочку причем чем крупнее ряд чем больше в нем бисерин тем труднее будет пропустить сквозь них проволочку если вы уже собрали и только после этого вспомнили о том что нужно пропустить так первые 2 бисерины в плоскости остальные ряды гармошкой ну и вот тоже чем крупнее шип тем уже легче ему придавать вот такую вот форму изогнутую и последний шип самый крупный шестой мы его с вами только что сделали вот такие шипы 6 шипов будет достаточно на такую небольшую розу шипы можно сразу подготовить к сборке и для этого просто отогнуть их верхние проволочки к низу и для этого Субтитры создавал DimaTorzok